Всем привет! Сегодня расскажу вам вкратце, как происходит прокачка на версии 1.9 Айон Классика. Будет актуально для ров, особенно для старта, потому что после старта прокачка немножко поменяется, но суть остается та же. В общем, начинаем мы, как всегда, в Исхальгене. Делаем тут все квесты синие. Проходим сюда, делаем квесты, попадаем в первую деревню. Отсюда по миссиям. В принципе, девятый уровень на миссиях берется, если там чуть не хватает, можно просто добить на мобах. Дальше мы попадаем в Альтгат. Качаемся также на миссиях до 16 уровня. Вообще в Харамель можно попасть с 15, но на 16 у вас появляется новое оружие, новая броня, поэтому лучше заходить на 16. Там также скиллы у вас появятся. Еще из фишечек таких небольших, когда вы делаете миссию, вот здесь вам надо будет в дом зайти, можно вот тут у водопада взять квест. Тоже надо будет за домом Юзанутитом вернуться и взять у него второй квест и поговорить. То ли поговорить, то ли прийти с ним вот сюда. Два квеста, быстрые они, опыта немного дают, но они достаточно быстрые, поэтому советую сделать. Потом мы идем в Харамель. Харамель на старте советую откатывать все пять раз. Во-первых, это стим, во-вторых, это опыт, потому что на Асмах у нас есть три дырки опыта, так называемых. На двадцать четвертом, на сороковом и на сорок девятых уровнях, где у вас нет миссии, чтобы быстро эти уровни пройти. Поэтому Харамель пять заходов поможет вам пропустить двадцать четвертый уровень и сразу качаться дальше. Плюс сигмы оттуда падают, некоторые будут стоить достаточно много. Может на себя вы убите, может продадите или обменяйте на свой класс. Сейчас выходим с Харамеля, примерно двадцатый, двадцать первый уровень, идем в Мархейм, берем тут все темно-синие квесты и также делаем миссии до двадцать пятого. Если не хватает, добиваем на любых синих квестах, лучше всего добивать в Брусте, потому что в Брусте у нас есть квесты, которые дают Кенару. На старте там по сто тысяч, по сто пятьдесят, это очень хорошие деньги будут. Вот, апаем мы двадцать пятый уровень, значит, делаем квесты на Бездну. Апаем с них двадцать шестой, на двадцать шестом заходим в Носан. Опять же, даже если не до апали двадцать шестой за квесты на Бездну, то идете его добивайте, чтобы в Носан заходить именно двадцать шестым с новым оружием, с новым шмотом, который вам дадут. Качаемся в Носане, в Носане можно один-два захода сделать и вернуться к миссиям. На миссиях мы добиваем тридцать первый уровень. На тридцать первом уровне у нас в Fire Template открывается квест повторяющийся. Берется он, если я не ошибаюсь, вот здесь, да-да, берется вот здесь и он повторяется. То есть мы регистрируемся на Кибелиске, собираем пати и все четырнадцать заходов мы делаем так. Заходим пачкой, убиваем двадцать мобов, выходим, сдаем квест. Заходим пачкой, убиваем еще двадцать мобов, выходим, сдаем квест. Заходим пачкой третий раз, убиваем двадцать мобов и Крамеду. Выходим, сдаем квест. регруппаемся и заново. И так 14 раз. Монотонно да, но, во-первых, это опыт, который поможет вам скипнуть 40-й. Во-вторых, там падают стигмы, в том числе падает каст, который по сей день стоит больше 10 лямов на Евроклассике. Собственно, качаемся таким образом в Светилище Огня. Выйдем мы где-то уровень, если зайдем 31-й, выйдем где-то 35-й, 36-й плюс-минус. Дальше мы делаем миссии. Единственное по миссиям, что могу сказать, это последняя миссия о Мархеме. Если вы не Хил Чант и Сорг, то запаситесь баночками какими-нибудь, потому что там достаточно сложно, там придется побегать. Там миссия, где вам нужно дефать НПСа, от волн мобов. Советую взять какие-то баночки. Я ради этого даже, собственно, взял предзаказ, чтобы у меня были банки на старте по-любому. Такие вот дела. Дальше мы добиваем на миссиях в Мархеме и Брусхонине 44-й. Если нам где-то не хватает опыта до уровня, миссии закончились, на 40-й плюс мы всегда можем зайти в плавник. Чтобы попасть в плавник, вам нужно будет сделать квест на вход. НПС с квестом на вход будет стоять либо вот здесь, либо вот здесь. Чаще всего я его сверху встречал, возможно, на классике он всегда сверху стоит. Делаем квест, набираем все квесты возле плавника, а также на плавник есть одноразовые квесты вот здесь и вот здесь. идем в плавник, закрываем его аккуратненько, получаем опыт, докачиваем 44-й. Как только капнули 44-й, идем в плавник закрывать все свои 5 заходов обязательно сразу. Одеваем пушки, одеваем сеты, вам за каждые 2 захода дают сет и пушку. Получается, вы можете получить 2 сета, 2 захода плюс 2 захода и целых 5 пушек каждые 2 захода всего 10 заходов типа за 2 недели вы можете получить 5 пушек на выбор. Закрываем, одеваемся, стараемся тыкнуть на физов какой-то крит, на магов в силу магии в эти сеты и идем добивать Белуслан по миссиям, идем делаем Бруст Хонин миссии и собственно 44-49-50 мы добиваем либо в данжах, пытаясь параллельно выбить себе пушку, либо же вот здесь Бубу Виллдж квесты и вот здесь на пирсе квесты повторяшки. Также альтернативный вариант добить уровень есть в Бездне либо на Астарии, либо на Ру, либо на Мкаде. Тут везде стоят НПСы, если крепость не ваша. Где вы берете квесты, убивайте Ахвардов, летайте туда-обратно повторяшки. Собственно, вот такой небольшой гайдик по прокачке. Если остались какие-то вопросы, задавайте. Текстовую версию этого гайда, чтобы вы могли ориентироваться, я оставлю в описании. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok